Пожалуйста, Джоши Хергисон! Ну и Элла Фитцеральт прокручит на Дальдом Коста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий год чемпионат мира в Фьесенке. В Финляндии, да. Должна кататься. Да, как она в Стокгольме здорово выступила на чемпионате Европы. Ну, это когда было? Пару лет назад, даже чуть меньше. И дома проиграл только нашим. Это очень весомое достижение. Четвертое место уступить только россиянкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень большой вес у нее. У нее и рост приличный. Надо так его разгонять, этот вес. По инерции разогнался и шараш из прыжки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она интересно катается. Вот еще одно вращение было на внутренней правой ноге, на внутренней бри-бри. Захватан ноги. Французы. Джорджи Альберсен. Вот, значит, интересно катается журналист, который сидит прямо под нами. Он категорически с вами не согласен, Татьяна Анатольевна. Он сидит на ноутбуке новостью смотрит наушников. Ему и уши до лампочки. Вот этот, который слева? Дяденька, да. Немецкий журналист. Немецкий я вообще не вижу. А немки-то выступили. Я его знаю, лет сто. Здрастный дяденька. Да. Такой, что-то, что-то. Журналистам положено. А где они немки? Я Вайнцерд помню, а где-то далеко. А больше-то их и нету в списке-то участников. Конечно, что им нужно смотреть. Ну, те, кто на Европе считается сильными звеньями, в частности, Мейберинес Мейтея и Юши Хельгисон, то есть спортсменки с хорошим прошлым и настоящим, они вот на чемпионате мира, мягко говоря, не блестяще выступают. В частности, сейчас Юши отваливается, причем отваливается глубоко к подвальным этажам турнирной таблицы, и у Мейтея появляется крохотнейший-крохотнейший шанс пробраться-таки в произвольную программу. После объявления оценок Хельгисон в произвольной окажется голландка Ники Ворис, а Мейтея следующая. Но пока она туда не пройдет. А так как впереди две сильнейшие разминки, шансов на то, что кто-то наберет меньше 49,5, честно говоря, совсем мало. На первом месте по-прежнему Зизюн Ли, на втором месте Элизабет Турсенбаева, и, пожалуй, только эти две фигуристки прокатались так, что действительно захватывало дух, ну и не случайно именно они с лишними рекордами и сейчас возглавляют таблицу. Больше за 60 никто не набрал, и Хельгисон тоже не наберет. К сожалению, мы вынуждены проститься с Юшей Хельгисон в том, что касается соревновательной программы на этом чемпионате. 47-67, и это финал для нее на турнире в Бостоне. К сожалению, мы вынуждены проститься и, пожалуй, мы вынуждены проститься с Юшей Хельгисоном. Продолжение следует... ... ...